Приветствую зрителей и подписчиков моего канала, это канал Alex on Play. Мы начинаем новое прохождение в моде Кейзер Тукс Кейзер Рех Экспеншн за правительство Цин. За империю Цин в будущем, скорее всего. Но будем играть по пути манджурской реставрации. Потому что на голосовании в сообществе на ютубе выбрали именно этот путь Цина, а не ванильный, который у него есть. И который, можно сказать, открыт нашему взгляду прям со старта. Прям со старта. Ну там не один, не только путь Цин, еще и путь Республики. Вот, можете посмотреть. Ну, то есть тут есть вот, да, один подвариант. Именно империи Цин. Это новые выборы, то, что тут будут. Вот, произойдут гармоничный баланс, можно сделать. Либо можно успокоить ассамблеи, быть пронемецкими, так сказать, личностями. Ну и тут сами по себе, либо лояльность имеет свои награды. Вот. Ну а мы будем выходить, видимо, в манджурскую реставрацию. Потому что тот путь все-таки поинтереснее, чем здесь. А тут, в принципе, Республика, ну, не такая уж интересная вещь, если честно. Поэтому мы не будем играть за правительственных сын. За Республику можно за Юнань потом, за правый комендант сыграть. Ну вот, выйти туда, в Республику. За Федералистов, за правый комендант. Потом за Республику, за левый комендант мы еще поиграем. Поэтому Республиканцы нас ждут в будущем. Вот. Ну что ж, давайте начинать нашу кампанию, наше прохождение. Ну, во-первых, мы играем за Пуи. За императора Пуи. Можем прочитать. Его императорское величество. Сын неба. Император Сью Аньтун. Хотя у Пуи много титулов, молодой император обладает небольшой властью. Никогда по-настоящему не обладал ею с момента своего рождения, в 1906 году. Свергнутый во время Синьхайской революции в возрасте 5 лет, он был возвращен на трон в качестве условия немецкой интервенции в Китае, что вызвало отвращение у населения в целом. Поскольку повседневным управлением в основном занималось гражданское правительство в Пекине, он провел последнее десятилетие праздно, сидя в запретном городе, занимая свои дни теннисными матчами и каллиграфией. Но император Сью Аньтун, возможно, втайне лелеет амбиции вернуть Китаю и его династии величие, которым они наслаждались столетиями. Вот такой вот у нас Пуи. Потом можно посмотреть правительство. Главой правительства является Цао Кун. Он нам дает рост политвласти и стабильность плюс 5. Но он является председателем ассамблеи. Вот Цао Кун. Вот можете его увидеть. Вот Пуи император. А председателем ассамблеи является Цао Кун. Потом тут Бай Джан Ву, министр внешней политики у нас есть. Он забирает политвласть, но дает скорость планирования плюс 10. Интерган с плащом и кинжалом. Хион Бингай, министр экономики, авторитарной демократии. Он промышленник. Забирает политвласть у нас. Фактор ВН обязан населения минус 2%. Но зато это дает скорость строительства плюс 10 и объем заводского производства плюс 2. Но это довольно-таки неплохой министр. Жан Луао. Министр внутренних дел. Неправильно, наверное, прочитал фамилию, но не важно. Молчаливый адвокат. Стабильность плюс 10. Дает скорость рост подчинения плюс 10. В общем, хорошие, в принципе, министры. Министры, в принципе, хорошие министры. Верховным командующим является Жан Баиль. Да, правильно читаю. А, Жан Байли. Янг Байли. Во, Янг Байли. А потом Вупи и Фу у нас командующий армии. Нефритовый маршал. Рост политвласти нам дает. Получаемый опыт армии. Рост пропасов плюс 5. И атака дивизий плюс 10. То, что рост пропасов, это, конечно, неприятно. Верховная команда. Он дает нам доктрину защиты. Максимальную укрепленность плюс 10. Создание строительства бункеров плюс 15. Скоро строительства береговых бункеров плюс 15. Ну и, в общем, батареи ПВО еще плюс 15. Оборонщик такой, можно сказать. Правящая партия у нас Ассоциация Гармонии. Гармонии, авторитарная демократия, авторитарный варлордизм у нас тут. Ассоциация Гармонии. Это разрозненное спорище чилийских бюрократов, губернаторов и прихлебателей, которые представляют попытки Упи-Фу и Цао Куну создать видимость демократической легитимности в Пекинской Ассамблее. Официально они являются отдельной политической партией, полностью отделенной от вооруженных сил. Неофициально, однако, большинство осознает, что фиктивная демократия – это не более чем нерешительная попытка скрыть повсеместную коррупцию, неэффективность и расточительство бюрократии Джили. Варлордизм – это не единая идеология, вне зависимости от его описаний. Вместо этого он описывается разнообразный, непоследовательный, дезорганизованный и милитаристский характер различных кликовых начальников по всему миру и был назван в честь периодов и начальников Китая, когда этот термин стал популярным в современном контексте, начиная с бандитских группировок, с государством и заканчивая организованными военными стратократиями или даже поддерживаемыми военными, республиканскими правительствами или чистыми диктатурами. Варлордизм имеет мало общего с политикой и больше связан с отсутствием четких границ и вездесущим и часто хаотичным характером войны. Варлордизм часто является переходным состоянием и лишь ступенькой на пути к более четко определенной политической системе. Такая ситуация с Ассоциацией Гармонии имеет 48% популярности партии, потом кто из оппозиций есть? Клика Джили есть 10% популярность, ВУПИ и ФУ ей руководит, но тут не фрейтовый маршал. Влияние Игуандао, Игуандао еще есть национопопулисты, есть Жан Тианран какой-то. Потом Маньчжурская партия, которую мы, кстати, будем проводить в этом прохождении чуть-чуть в будущем, ну, недалеком будущем, в этой серии, наверное, приведем уже до конца. 10% имеет популярность, Лига Процветания есть 15%, рыночные либералы, партия с молодого Китая, хоть тут с молодого Китая написано, это партия молодого Китая 5% имеет. Навки салдемократы имеют 10%, Гаминдан имеет 0%, китайская синдикалистская партия 0%, и китайская синдикалистская партия, но тоталистическая, тоже 0%. Вот так вот, сильно радикальных левых у нас нет. Также мы можем посмотреть китайское влияние, мы являемся лидером Джили, и Фантьян является анхойской клики, все-таки лидером. Вот, ну и тут можно посмотреть, кто Джили клики, Кумыльское ханство, Маньчжурское, кстати, Тибет независимый, Клика Ма Джили поддерживает, то есть нас, Клика Юнинань тоже, Клика Восьми провинции тоже, Монголия независимая, Клик Шэнси нас поддерживает, Синдзян поддерживает нас. В общем, в основном нас поддерживают, Фантьян пока никто не поддержал. Тут я закупил еще ресурсы различные, давайте посмотрим наши нацдухи. У нас есть неприятный нацдух, который дает дебафы, это раздробленная империя, он забирает фактор военно-базонаселения, минус 15%, фабрика, производящая товары народного потребления, 7%, стабильность минус 10%. Империя Цин теоретически контролирует весь Китай за пределами Манчжурии, Тибета и Монголии. На самом деле власть императора едва пристирается за пределы стен запретного города, в то время как президент Сао Кун в значительной степени бессилен за пределами зала собраний. У Пейфу реальная сила, стоящая за троном, больше заинтересован в укреплении своей базы власти в лаянии и уравновешивании военных клик друг от друга, чем в улучшении своей страны каким-либо значимым образом. Подавляющий государственный долг, он забирает скорость строительства, минус 20, что конечно жесть. Влияние мнения на торговые сделки, минус 50%, тоже конечно же неприятно. Борьба Китая за развитие своей национальной экономики провела к огромному торговому долгу пекинского правительства. Промышленное оборудование импортируется по ошеломляющей цене и тому немногому, что существует в стране. Не хватает качества и количества, чтобы конкурировать на мировом рынке. Таким образом, основной экспорт Китая это в основном сельскохозяйственная продукция. И даже товарная культура продается по низким ценам по сравнению с широко импортируемыми иностранными предметами роскоши. Такими как сигареты и радиоприемники. Эта проблема только усугубляется широко распространенной институционализированной коррупцией и процветающей торговлей опиумом. Так, Джилийский кризис руководства. Организация дивизии минус 10%. Преклонный возраст многих старших командиров Джилии является тревожной тенденцией, которую необходимо в ближайшее время исправить, чтобы наша армия не оказалась полностью под контролем стариков. Пекинская комиссия является основным агентом Германии по установлению контроля над районами непосредственно контролируемыми Пекином. Они напрямую финансируют Лигу процветания, лоббистскую группу, которая выступает за внедрение немецких промышленных методов и свободную торговлю, а также занимает несколько мест в ассамблее. Этот модификатор привязан к популярности рыночной либеральной партии. То есть вот это Лига процветания. Вот. Прост политической власти он у нас забирает и максимальная эффективность производства минус 7,5. Что достаточно неприятно все-таки. Так или иначе. Также у нас есть своя сфера. Империя Цинн называется. Ну, сфера довольно сильная, но пока что, да. Но она может развалиться в любой момент. Мы останемся одни. Вот. Ну и главный враг для начала у нас будет, конечно же, Фэнтьян и Япония. Потом Япония. Самые главные враги, которые у нас будут в этой компании. Ну и взял я фокус Год Крысы. В то время как нация готовится к празднованию Китайского Нового Года, 24 января, председатель ассамблеи Цао Кун и У Пи Фу начали подготовку речи, посвященной четвертому году согласованных усилий по борьбе с торговым долгом. Самая большая проблема, с которой в настоящее время сталкиваются в центральное правительство. Клика Джили надеется решить эту проблему, даже несмотря на то, что в лиге весьма провинций ходят слухи о беспорядках. Вот так вот. То есть идет событие в китайский Новый Год. Ну вот такое вот у нас водное начало. 13 минут прям серия уже идет. Но что поделать, водные серии всегда такие. Ну и также у нас еще есть флот. Флот небольшой, но есть. Ну и пока мы его переведем куда? В провинцию в северно-китайскую, в северно-китайскую равнину. Сколько у нас кораблей? Давайте посмотрим. 55 стабильности у нас сейчас. 40% поддержки войны. 19 фабрик. То есть 8 гражданских фабрик, 7 военных заводов, 4 верфи. Очень все плохо. Если честно, 23 дивизии. Но спойлер у нас их будет меньше из-за пути Маджурской реставрации. Кораблей 26. Очень мало. Ну и 2000 самолетов. 2000 человек служат в авиации. 75 самолетов. Всего у нас такая вот неприятная ситуация. Но будем как-то из нее выходить. Великая Цинн. Завершение последней Джилии Фантиянской войны при международном посредничестве в 1928 году положило конец почти четырехлетнему хаосу и нестабильности и стало самым продолжительным периодом мира в некоторых частях Китая со времен Синьхайского восстания 1911 года. Хотя Упи и Фу и его клика северного Джили приняли возвращение в Манджурской монархии, в дальнейших уступках Германии было отказано, что привело к охлаждению отношений с Германией. Германия продолжает поддерживать правительство ЦИН, но главным образом с целью обеспечения последовательной конкуренции, а также поддерживаемым Южным Джили в рамках более широкой стратегии, разделяя и властвуй. В Китае в целом, а также в надежде постепенно создать китайский бастион против Японии. Хотя призрак японского господства нависает над большей частью северного и восточного Китая, страна тем не менее гораздо более разделена, чем хотелось бы большинству в Пекине. И власть ЦИН оспаривается со всех сторон, начиная с непокорного фантианского правительства на северо-востоке и заканчивая различными мнимыми союзниками на остальной части Китая. Номинальным компонентом империи была предоставлена почти полная автономия, по милости, географии и регионалистских настроений. В результате ЦИН вступает в 1936 год, в основном ограничивая северокитайской равнины во главе пошатнувшегося национального порядка. Да здравствует император! Права наблюдателя в Совете Концессии Города Концессии, официально известный как международный мандат на китайские концессии, были образованы в 1928 году после инцидента «Нефритовый ветер», когда европейский пассажирский поезд подвергся нападению бандитов Гоминдана. Хотя в основном мандат был призван остановить жили фантианский конфликт, дестабилизировавший Дальний Восток, американцы также намерились использовать его в качестве инструмента для своей политики открытых дверей, открывая доступ на китайские рынки всем западным странам и Японии. В соответствии с этими империалистическими целями пекинское правительство было исключено из всех процессов принятия решений в Совете Концессии, несмотря на то, что номинально арендует у нас свою территорию. Мы имеем статус наблюдателя в Совете и можем получать информацию о решениях, принимаемых на заседаниях. Помимо этого, наше взаимодействие с этим органом ограничено на правительственном уровне. Мы заслужили право голоса в Шанхае, да? У нас есть право тут что-то делать. Ну, как бы наблюдатель, наверное, мы не можем тут какие-то голосовать за или против, либо сдерживаться от всяких тут предложений в этом Совете Концессии. Политическая ситуация. 1936 год застает бессильную ассамблею на краю пропасти. Пять групп доминируют в этом органе, хотя они не имеют власти в палате с группами, которые их поддерживают. Шутки плохи. Самой влиятельной из них является Ассоциация Гармонии, номинально возглавляемая президентом Цао Куном. Алкоголик в депрессии. Истинная власть в группе принадлежит УПИФУ, который основал ассоциацию как легитимизирующее движение, чтобы обеспечить представительство Джи Ли в ассамблее. Хотя номинальная ассоциация Гармонии является независимой политической партии, все депутаты бывшие офицеры Джи Ли. И после эридически сомнительного переизбрания Цао Куну, мало кто верит, что группа является чем-то большим, чем прикрытием для У, чтобы контролировать страну. Лига процветания занимает аналогичную позицию, хотя она утверждает, что является политической партией, мало кто видит в ней нечто большее, чем группу лоббирования немецких интересов в Пекине. Это оставляет в оппозиции три партии. Манжурскую партию, состоящую из сынских принцев и бывших королевских прихлебателей, партию молодого Китая, группа молодых офицеров Академии Ба-1, формирующая себя как молодотурок, и новая ассоциация восстановления Китайской империи. Ну вот навки это называется. Объединение двух реформаторских групп, которые, будучи лояльным императором, выступают за структурную реорганизацию Китая, возвращение к традиционной модели сельской деревни и конец военачальнических клик. В то время, как эти группы находятся в оппозиции к У, он представляет им место в бессильной ассамблее, как способ узаконить свой непопулярный режим. Вот так вот. Реструктуризация нашего долга. За последние несколько лет У и ЦАУ потратили большую часть своего политического капитала, пытаясь реструктурировать и уменьшить огромный долг империи. Хотя этот план теоретически возможен, он столкнулся с многочисленными проблемами, главной из которых является отсутствие поддержки со стороны губернаторов, провинций. Слухи о нестабильности на юге еще больше осложнили эти планы. И ожидается, что ЦАУ Хун выступит с речью о сокращении государственного долга перед ассамблеей после празднования Нового года в конце этого месяца. Мы будем ожидать выступления. Китайский Новый год. Криса. В длинной, несколько бессвязной речи по случаю китайского Нового года председатель ассамблеи ЦАУ Хун обратился к необходимости восстановления славы империи ЦИН, объединения страны и погашения долга, обременяющего экономику. Он изложил планы с трех пунктов. Государственные субсидии и снижение налогов будут предоставлены легкой промышленности. Фермерам будут предоставлены налоговые льготы для выращивания съедобных растений, места товарных культур, а также увеличен налог на губернаторов провинций. Речь встречена вежливыми аплодисментами. Продажа Джинганской железной дороги. Последние несколько недель наблюдалась большая экономическая активность в лике восьми провинций, южном конгломерате провинции, управляемом нашим номинальным подчиненным Суть Сунь Джун Анфаном. Еще в большей степени, чем мы, под влиянием немецкой экономической поддержки. Лига только что завершила строительство крупной железной дороги линии Джигань. Несмотря на то, что она финансировалась немцами, она была в значительной степени построена китайскими рабочими, что заставило многих надеяться на более равноправные отношения между немцами и китайцами в лиге, по крайней мере в экономических вопросах. Несколько дней назад, совершив неожиданный шаг, АОГ... Сейчас посмотрим, кто это у нас. А, АОГ-то и нету, как бы. Ну ладно. АОГ публично объявила о своих планах провести и консолидировать ряд восточных железных дорог от имени своей дочерней группы. Шантунг-Эйзенбахен-Гессель-Шахт Включая новый маршрут Джингань. Этот шаг возмутил многих коренных китайских жителей лиги, которые рассматривали линию Джингань как потенциальный строительный блок в равноправных отношениях между европейцами и азиатами. Вспыхнули массовые протесты, разжигаемые заговорами о мошенничестве и растрате со стороны приближенных Суня. Нам нужно следить за этим. Так, ну берем дальше фокус. Давайте новые налоги введем. Сбор налогов в эпоху милитаристов варьировался от полуорганизованного до полностью разового. Десмотря на то, что большинство людей будут возмущены новыми налогами, их введение через установленный законодательный орган, как мы надеемся, смягчит некоторую непопулярность, поскольку налоговый инспектор лучше, чем орда алчных солдат. Немецкие горнодобывающие компании наращивают свою деятельность восточном Шан-Си. Регион Шан-Си всегда был хорошим источником угля и полезных капиталов для империи. После 4-й Джили Фунтиянской войны мы получили прямой контроль над восточной Шан-Си, небольшим участком земли, который раньше принадлежал к лике Янь-Сишане. Наше владение восточной Шан-Си было причиной напряженности между нами и кликой Шан-Си. Но на данный момент они не в состоянии конкурировать с нашей военной мощью, как и остальная часть Шан-Си. Этот район богат углем и железом. Многочисленные немецкие компании привели интерес к восточной Шан-Си, поэтому приобрели там угольные и железные шахты. Эти шахты расположены очень близко к границе с кликой Шан-Си, но это пока не было проблемой. Однако только что поступили новости о том, что эти компании из восточной Шан-Си собираются увеличивать добычу полезных ископаемых, и представили планы, которые показывают, что некоторые из этих шахт попадают на территорию контролируемой Шан-Си. Нам лично не нужно беспокоиться об этом, но это, вероятно, вызовет некоторые проблемы у клики Шан-Си, поскольку многие крестьяне чувствуют себя ограбленными из-за того, что эти немецкие компании забирают их шахты. Мы желаем им удачи в их деловых начинаниях. После этого события в клике Шан-Си немецкие горнодобывающие компании расширяются в восточной Шан-Си. Но, кстати, мы будем с этим мужиком дружить. Распространенные нападения на иностранцев. После беспорядков вокруг Джинганской железной дороги ряд немецких инвесторов и бизнесменов подверглись жестокому нападению со стороны разъяренных антииностранных толп. Что еще хуже, на юге начались массовые бойкоты немецких товаров. И сегодня утром до Пекина дошли сообщения о взрывах железнодорожных станций в Ханчжоу и других городах на центральной китайской железной дороге. Транспорт был остановлен во многих регионах Лиги, и партизаны Гоминдана использовали эту возможность для организации все более дерзких нападений на изолированные гарнизоны Лиги. Посол Германии требует подотчетности, и хотя Лига в значительной степени независима от нашего контроля, нам все равно нужно что-то сделать. Цзан Байли или другие чиновники Джили уже давно настаивают на усилении контроля над Лигой и призывают У использовать этот кризис для усиления контроля над Югом. Лично У не уверен в этом, но в настоящее время готовит телеграмму, которая потребует от Суни подотчетности и предложит нашу помощь, если она ему понадобится. Недосказанным, конечно, остается требование усилить контроль над делами Лиги, если он примет нашу помощь. Давайте посмотрим, что скажет Суни. Поддержка экспортного фермерства. У нас нет промышленной базы, необходимой для проведения крупномасштабной промышленной реформы. Однако в чем у нас нет недостатка, так это в большом количестве крестьянских хозяйств. Осторожно предоставляя субсидии фермерам, мы можем начать развивать систему экспорта и продовольствия, которая может облегчить наш торговый долг. Прекрасно. Инцидент в Уху. Тревожная информация достигла Лояна и Пекина сегодня утром, хотя сообщение несколько противоречивое. Похоже, что в городе Уху произошла своего рода резня мирных демонстрантов силами Лиги и немецких войск. Некоторые утверждают, что немецкие войска просто скосили протестующих, в то время как другие утверждают, что группа радикалов Гоминдана первой атаковала немцев и войска Лиги. Какова бы ни была причина, город погрузился в анархию, и протесты вспыхнули по всей Лиге. По иронии судьбы, одновременно с получением этой информации мы получили отчет от Суни. Хм, странно. Который утверждает, что он держит ситуацию под контролем. Некоторые джилийские генералы настаивают на крупном вмешательстве на юг в случае дальнейшего ухудшения ситуации. Но У еще предстоит занять четкую позицию по этому вопросу. Что еще больше усугубляет наши проблемы? Информаторы, которые мы разместили в НАВКе, утверждают, что они каким-то образом получили информацию о ситуации и планируют выступить с резкой речью позже в ассамблее сегодня. Чиновники АГ пытаются вывести Цао Куны из пьяного ступора и написать встречную речь. Но мы были застегнуты врасплох. Под контролем до черта! Аньхой освобождается. Принц Аньхой, долгое время страдавший от правления Суни, фактически прогласил независимость от Лиги на этой неделе. Ширко распространенный брошюр губернатора Чень Тяох Юаня заявил, что инцидент в Уху показывает, что Сунь не может справиться с этим кризисом. По сути, снимает с него любую ответственность в Аньхой. Некоторые джилийские генералы в одностороннем порядке начали мобилизацию своих войск против вторжения и гаминдана. Хотя У справедливо подозревают, что их истинные намерения территориальные экспансии, стремясь лишить их возможности вторгнуться. Этим утром он объявил национальное состояние готовности всем джилийским и манджурским генералам, призывая их подготовить свои войска к любому возможному вооруженному конфликту. Сбитые с толку войска джилий в значительной степени перешли на сторону У. Любое преждевременное выступление наступлений на юг было фактически прекращено до того, как оно началось. Будем надеяться, что это удержит их в узде. Ну, я что-то сомневаюсь. Да, тут Анхойская Клика восстала. Потом сейчас еще Левый Гаминдан восстанет. Еще какие-нибудь мужики восстанут. И ситуация, мягко говоря, очень напряженная. Джан Цзуньчань разрывает связи с Пекином. Положение губернатора Шандуния Джана Цзуньчани всегда было в лучшем случае шатким. Эксцентричный, жестокий человек. Джан ранее поддерживал тесные связи с Джан Цзолином из фунтиянского правительства. Хотя он сохранял лояльность Пекину с помощью взяток и щедрых комиссионных, однако, похоже, он воспользовался хаосом, охватившим юг, чтобы отбросить нас в сторону. И у него утром несколько наших сборщиков налогов были остановлены на границе провинции. Шпионы в провинции сообщают, что он провел массовые чистки среди сторонников Цзунь. Что еще хуже, они сообщают, что он вступит в контакт с Джан Цзолином и японцами. Будь ты проклят, генерал собачий вес. Ну реально урод. Слушай, урод. Вот урод, конечно. Но мы еще с тобой разберемся. Разберемся. Чэнь Тю Юань посылает телеграмму. Уважаемому президенту Цзолкуню имперскому министру Упи Фу. Я губернатор Чэнь Тю Юаня. Смиренно прошу о финансировании моих войск. Как указано в Конституции нашей великой нации, национальное правительство несет ответственность за предоставление средств губернаторам провинции для подавления беспорядка, поскольку ситуацию с маршалом лиги Суньем в Нангкине не ясна. Я взял на себя ответственность за защиту провинции Аньхой от бандитов и левых агитаторов. Телеграмма была доставлена Упи Фу этим утром от губернатора Аньхой Чэнь Тя О Юаня из крики Анцин. Хотя он тон письма был очень смелым. Похоже, что Чэнь восстановил порядок в провинции. У стоит перед выбором. Чэнь был бы могущественным союзником, но у него твердая позиция против концессий. Поддержка его в долгосрочном перспективе оттолкнула бы Германию, чья поддержка будет необходима в неизбежной войне против Японии. В то же время позиция против Германии, несомненно, расположила бы У к населению. Ну, у нас тут два варианта. Мы можем отправить золото, нам нужна стабильность на границах, что было бы очень логичным, но мы вынуждены отказать никакого финансирования повстанцам, потому что мы тогда не сможем открыть маньчжурскую реставрацию, если мы ему будем помогать. Он еще нам потом телеграмму пришлет, но мы будем отказывать. Беженцы бегут от хаоса Лиги. В связи с массовыми беспорядками, охватившими Лигу в восьми провинции, губернатор провинции Хэньнаньцзиньйюанье и Сяо Юань сообщил об увеличении числа беженцев, хлынувших в их провинции. Хотя это началось как ручеек в течение последних несколько дней, поток резко увеличился, и целые семьи спасались от усилившегося насилия и бандитизма. Губернаторы послали тревожные телеграммы после того, как некоторые из их людей отпросили некоторых беженцев, указывая на то, что центральная власть Лиги рухнула гораздо сильнее, чем считалось ранее. Кроме того, они запросили дополнительное продовольствие и предпасы, чтобы справиться с беженцами. Ужасная новость, отправить предпасы. Но вообще, кого это волнует? Кого это волнует? Нас это совершенно не волнует. Хотя, логично было бы помочь. Но, опять-таки, мы помогать не будем. Между тем, еще великий берлинский фондовый крах происходит. Черный понедельник. Пятая англо-авганская война начинается. Смерть Ван Ченбиня. Ранее, этим утром, Ван Ченбинь, высокопоставленный член Клики Джили, главный союзник Цао Куння, скончался из-за преклонного возраста. Хотя его смерть сама по себе является ударом по нашей командной структуре. Она выявляет тревожную тенденцию. Многие высокопоставленные военные чиновники Джили имеют преклонный возраст, слабое здоровье и то, и то. И другое вместе. Коррупция, распространенная в наших вооруженных силах, не позволяет молодым офицерам продвигаться по служебной лестнице. Если не будут предприняты серьезные усилия, наше Верховное Командование скоро будет состоять исключительно из тряхлых стариков, напуганных адаптацией новых технологий и доктрин. А что насчет мудрости, превосходящей с возрастом? Ну, сомнительно, сомнительно. Не сказал бы, что прям. Все в старом возрасте очень умны. Ну, вот еще одно предложение от Ченю. После нашего отказа в помощи губернатора Анхоя Чень-Юаню из Ликиан-Цин начали проявляться тревожные сообщения о том, что он связался с Жан-Золином, лидером фантиянского правительства, изгоя на северо-востоке. Еще больше беспокойства он вызывает то, что он использует японского собеседника для облегчения разговора. Нескосоветников У предлагают маршалу снова обратиться к Ченю с предложением прямой поддержки в его восстании, чтобы мы не отказались от японской комнатной собачки прямо у нас на пороге. Помимо простой японской поддержки Чене, однако, кажется, что невмешательство может привести к широким внутренним беспорядкам. Многие как в оппозиционных партиях, так и в самой клике Джили жаждут возможности расширить наш контроль в хаосе распада. И уже в городских районах вспыхнули небольшие протесты в поддержку позиций губернатора Ченя, выступающего против концессии. Волчание может привести к эскалации этих протестов, еще больше дестабилизируя наш и без того непопулярный режим. Но мы выберем, что это слишком рискованно. Игуандао захватывает Шэндун. Сообщается, что эзотерическая секта милинаристов, известная как Игуандао, захватила провинцию Шэндунь, свергнув нашего бывшего губернатора Джане Цзунчане. Хотя поначалу были большие опасения, что эта секта создат хаос, создат хаос, создаст хаос на наших землях, утромыслящие люди одержали верх, указав на хорошо задокументированную лояльность Джана Фэнтиану. Культы изолированы. Как только хаос на юге стабилизируется, мы сможем напасть на них, хотя это может вызвать беспорядки из-за значительного числа приверженцев религии на нашей территории. Да, пришел вот такой эзотерический шиз. Вот так вот. Экстренное собрание старших членов Джилии. Беспорядки на юге переросли в полномасштабный хаос. Массовые беспорядки и мародерство получили широкое распространение, а гражданская власть пришла в упадок. У ПИФУ должен созвать совещание старших джилийских генералов и бюрократов, чтобы должным образом отреагировать на эту развивающуюся ситуацию. Придется в событие экстренное заседание Джилии. Но мы это уже сделаем в следующей серии, потому что очень долго тут все это делать. Еще тут столько ивентов будет. Поэтому в следующей серии мы уже манчжурскую реставрацию возьмем. Пока закончим вот на таком моменте, на такой вот грустной и неприятной ноте резняной янзы, мы в следующей серии уже справимся с беспорядками и так далее. Потому что у нас скоро будут беспорядки по импери ЦИН. В общем, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам это прохождение очень понравится, как и мне. И вы будете его хорошо смотреть. Но перед тем, как закончить серию, я скажу, что обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан. Ставьте лайки, пишите комментарии. Это помогает продвигать видео на Ютубе. Также подписывайтесь по ссылкам в описании на мои соцсети, на Телеграм, на Дискорд, чтобы получать оповещение о всех моих новых контенте на моем канале. От стримов до видео. Потому что Ютуб не всегда присылает уведомления. И, конечно же, подписывайтесь на группу ВКонтакте переводчиков Лингва, чтобы знать, когда выходят переводы на Кайзердукс и на многие другие моды. Ну и, конечно же, по ссылкам в описании качайте сам русификатор на Кайзердукс. Ну а на этом все. Помните, что самое интересное еще впереди и интересное точно будет. Всем удачи и пока. Пока-пока.